Это все правильно. Сначала нужно подумать, от кого или с кем вы будете рожать этого ребенка. Наверняка вы слышали или вполне возможно, кто-то из вас, может быть, даже не слышал, есть такое понятие «законы Рита». Кто из вас не слышал эти законы? Поднимите, пожалуйста, руки. Вы что, серьезно, что ли? Слушайте, ну вы даете. Вы не знаете, что такое закон Рита? Вау! Извините. Где книжка? Благодарю. Друзья, увидели? Я читал. 510-я страница. А как вы тогда не знаете, что вы, если вы читали? Я устал в конце. Погрязно, потому что это. Значит, книжка Алексея Васильевича Тихлебова, 510-я страница. Если вы люди современные, загруженные, вам все это читать, в принципе, тяжело, я вас понимаю, это да. Но вот с 510-й страницы 10 страничек вы 100% можете прочитать. Если вы человек бедный и не можете себе позволить купить книжку, пожалуйста, зайти на наш сайт, она есть в электронном виде. Скачайте, там даже есть, по-моему, формат PDF, если не ошибаюсь. Находите 510-ю страничку и 10 страничек читайте. Хорошо? Это как раз таки и есть объяснение закона Рита. Эту книжку я прочитал первый раз примерно 10 лет назад. Она друг иначе называлась. Называлась «Кощеный феникс» тогда. «Клич феникса», да, извините. Это потом она в 2004 году как бы была переименована уже. Ну да, там много вещей, таких оригиналей для наших современников. Но, тем не менее, за последующие годы я нашел много подтверждений того, что Алексей Васильевич Трехлебов в этой книге говорит очень серьезные вещи. Это факт. Поэтому рекомендую, конечно, прочитать всю книжку вообще. Но что касается законов Рита. Общеизвестная, для многих, по крайней мере, известная история, когда в 18 веке был такой лорд Мортон, который был другом Дарвина, этого Чарльза. И, соответственно, он решил тоже поэкспериментировать с животными. И у него была, соответственно, кобыла хорошая, чистокровная, и зебра. Что-то он такой решил замутить зебра, скрестить с кобылой. Ну, крестил-крестил, не крестится никак. Ну, ладно, махнул рукой, думаю, да, только, наверное, Дарвину такое возможно. Ну, и, соответственно, забыл об этом. Прошло несколько лет, и странным образом эта кобыла родила от коня уже нормального зебренка. Представляете? То есть прошло несколько лет, то есть, вдумайтесь, был какой-то, как это называется, совокупление у них. Прошло несколько лет, и эта кобыла от другого уже коня родила то, что было несколько лет тому назад. И тогда, как бы, он схватился за голову, как же так, ой-ой-ой, там. Ну, в принципе, многие собаководы это знают, кто голубей водит, то же самое. То есть в животноводстве это известно. То есть эта система, так называемая проблема первого самца, она общеизвестна. Но по определенным причинам людям это стараются не говорить. По крайней мере, насаждается культ демократии, культ вы в 15 лет самые умные, и вы сделаете правильный выбор, и ваше сердце вам подскажет, с кем вам нужно жить. Они играют в свадьбу, допустим, напиваются, и потом там через 3-5-7 лет они расстаются. Знакомая история, да? К моему большому сожалению. Потому что я хотел вам рассказать еще, кроме вот этих вот законов Рита, систему, где, как в ведической культуре это все было обустроено. Там было все совсем иначе. Но давайте вернемся к законам Рита. Вот всем понятно то, что я рассказал. Никаких вопросов не возникает, да? То есть те мужчины или те женщины, которые были у пары, они будут влиять на то, кто родится в абсолютном смысле. Поэтому в древности девственность была, ну не только девственность для девушки, но и для парня то же самое. Девственность это была номер один. Это самое важное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова